всем привет меня зовут дмитрий павленко и сегодня я бы хотел поговорить о ситуации в нашей стране об экономической ситуации о тех проблемах которые всплывают именно сейчас становятся краеугольными то есть на фоне того что наша экономика все глубже и глубже впадает какую-то бездну у людей начинаются такие же панические настроения и они пытаются найти кто виноват в основном из-за того что у них нехватка каких-то экономических базисных навыков они пытаются все свои проблемы списать на какое-то конкретное лицо то есть найти лишнюю сущность которую можно было обвинить во всех грехах почему же загибаются малые города почему загибается предприятия очень часто в этих малых городах вся фишка в том что они финансово нерентабельны нерентабельны именно для их владельцев естественно человек который например всю жизнь проработал в каком-то маленьком городе на каком-то маленьком предприятии которое стабильно давало ему доход месячный некий который позволял ему жизнь более-менее как-то там зарплаты до зарплаты ему было все красиво это была его зона комфорта но условия современных экономических реалий эти предприятия стали финансово нерентабельны то есть что мы имеем на данный момент хоть и нам говорят что наша экономика всего лишь на 30 процентов зависимо от экспорта углеводородов ну я имею ввиду от внешнего экспорта из страны продажи нефти газа и про нефтепродуктов но видна конкретная заметная динамика между повышением курса до нет я вот ошибся не повышением курса доллара а уменьшение стоимости рубля то есть это не доллар растет это опускается рубль опускается покупная способность рубля очень конечно интересно что пока мы были банановой страной банановой республикой пока нам выгодно было продавать дорогую нефть все были рады ту ситуацию который на который творится стране то есть все там обалдели там от руководства там от пути ну я утрирую конечно все естественно всегда найдется тот всем доволен такой гусман с двойкой в руке как в КВН но тем не менее основная масса людей то есть была при деле все зарабатывали не было таких вот проблем которые сейчас стали краеугольными например вот сейчас актуальна проблема малых городов то есть те городов которых практически загнулось производство и они финансово не рентабельны для страны и они находятся просто на дотациях ну на хлебнике грубо говоря и условиях рыночной экономики такие города будут постепенно по любому будут загибаться то есть как бы это не было грустно и печально но это факт это условия рынка то есть если ты не можешь увозить ситуацию и не быть там в профите то ты загнешься и это относится больше всего например к малым городам то есть где очень малое производство которое еще осталось и то есть отчисление с этого производства там бюджет этого города там который мог бы его делать автономном финансовом плане от какого-нибудь федерального областного бюджета очень мало нужно иметь понимание что вот эти склоки там социальных сетях на форумах где выплескивается негатив эмоциональный с призывом найти виноватого то есть там например внутри страны там на кого-то все повесить ну это во первых никуда не приведет потому что это не конструктивно не конструктивный способ решения проблемы какой-либо то есть найти кто виноват забить его до смерти палками камнями там при этом ничего не изменится получается вы просто срубите сук на которой сидите при этом вы не зацепились за новый сук не факт что что-то будет лучше после того как вы там делаете что-то такое экстра радикально нужно иметь понимание что там 90 процентов всех ваших бед виноват тот кого вы видите в зеркале когда к нему подойдете есть очень хорошая такая поговорка желание найдет тысячи возможностей не желание тысячи причин вот с этого и надо как бы с этого понимания вот это вот этого базиса и делать какие-то выводы в жизни что не надо ни на кого надеяться коммунизм который был раньше он давно уже кончился завтра не факт что будет также хорошо как сегодня и это завтра именно зависит от того что вы сделаете сегодня то есть именно от ваших действий конкретно ваших не надо искать вот того кто придет вам в рот положит там накормит напоит такого не будет такого уже давно нету мне очень печально что если что понимание этого до кого-то еще не дошло возможно это как-то довольно жестоко звучит и может быть как-то цинично но это рыночные отношения на этом построен весь рынок то есть тот кто не умеет приспосабливаться не умеет получать в жизни какой-то профит он вылетает на обочину жизни он становится беднее и понимаете пока вот мы были банановой республикой в россии то есть вот этих несколько лет последних когда нефть там была за 50 рублей за один баррель одну бочку все жили нормально более-менее при этом как бы по соцопросам что довольны ли вы своей жизни большинство ты чел да я доволен сейчас скорее всего ответ у большинства людей то есть у того большинства кто например живет за уралом кто чьи города чьи там области отвязаны от какой-то там федеральной кормушки у них вот это вот отношение уже будет отрицательно то есть они уже будут бреда и херово живу и у многих людей понимания этого что вот виновата власть они права конечно отчасти но понимаете в чем дело вот эти вот призывы то есть правительство путин там в отставку правительство путин там займитесь там внутренними проблемами зачем вам эта сирия украина там вы то есть забыли про своих людей естественно это это все правда это все имеет имеет какую-то свою подоплеку то есть это надо рассматривать но видите в чем дело какой бы хороший не был хозяин согласитесь какой бы хороший не был хозяин либо на ранее хозяин а собственник бизнеса то есть президент это если утрировать то это босс босс там своего бизнеса то есть путин это босс бизнеса в россии обама это босс бизнеса там в сша какой бы хороший не был собственник он ничего не сделает не имея каких-то финансовых инструментов и при этом он в первую очередь должен налаживать именно финансовые потоки в свой бизнес а финансовые потоки в какой-то бизнес на геополитической арене это внешняя торговля это внешние отношения с другими странами можно очень долго наводить дома порядок делать ремонт там покупать там дорогие там дорогую мебель дорогую сантехнику но при этом если у вас во дворе горит баня то смысл делать этот ремонт дома понимаете в чем дело то есть все же объективно понимаешь что блин не все объективно понимают многие понимают что дома надо делать ремонт а вот те кто более-менее мыслют то есть у них мыслительный кругозор большой они понимают что сначала надо выйти это баню потушить потому что баня то огонь с баня то перекинется на дом на дом который мы делали ремонт и весь ваш крутой ремонт сгорит вопрос кто поджег баню конечно это уже второй и заслуживает какую-то особую тему для разговора пока что мы как-то пытаемся понять почему так все плохо происходит почему у нас люди ну я говорю там от лица малого города потому что я живу в малом городе то есть я вот вижу как у нас все загибается то есть производство становится неретабельным закрывают там завод завод как еще это все происходит например сейчас у нас идет там колбасит лихораде там вагоне находится маринский лиховодочный завод и вот люди которые на нем работали то есть там работали целое поколение сейчас попали под сокращение то есть естественно они вот работали работали у нас у них была какая-то тут зона комфорта то есть они знали что они за тропают на работу что они там в конце месяца кого-то такого числа получит определенную сумму денег и что эту сумму денег им хватит до новую до новой суммы денег зарплаты сейчас хлоп все нарушилось и люди начинают искать виноватого начинают говорить что виноваты боссы в москве виноваты то есть собственники предприятия естественно они правы то есть со своей со своей это их не оправда понимаете что такое правда правда это понятие субъективное сугубо субъективное то есть для каждого правда на своя истина она может быть одна вот истина это понять объективное но понять истину дано не каждому и возможно то что я сейчас буду говорить для кого-то покажется грубым для кого-то цинично вот сидит там какой-то лысый чел рассуждает о других людях но понимаете со стороны собственников данного бизнеса вот этот один завод капля в море ихнего бизнеса получается это структурное подразделение, которое стало для них нерентабельно но раз нерентабельно, естественно его надо заушить, возможно у них появились там какие-то более перспективные планы, перспективные там перспективные предприятия, куда можно инвестировать деньги, то есть не инвестировать их именно в наше малое такое производство то есть я к чему иду, что во всех проблемах виноваты не только люди которые стоят у власти виноваты именно обычные объективные финансовые причины причины рынка что предприятие стало нерентабельно и в него просто больше никто не хочет инвестировать из тех собственников бизнеса, которые являются руководителями ну то есть патологии, конечно но надеюсь, вы меня поняли, что я хочу сказать почему так происходит уже я говорил, что мы сидели на нефтяной глея то есть то, что вот информация есть, что всего лишь 30% нашей внешней торговли это углеводороды то есть газ, нефть но почему-то вот такая вот прямо пропорциональная зависимость что растет падает стоимость барреля нефти и падает покупная способность рубля то есть растет не доллар это вот надо иметь понимание, что растет не доллар падает рубль падает покупная способность и уже на этот рубль уже можно купить меньше центов то есть наша экономика так коллапсирует схлопывается а почему так все плохо то есть раз всего лишь, например, да ну я в принципе в это не верю что 30% всего и вот такая прямая зависимость то есть доллар баррель упал в два раза и рубль покупная способность рубля упала в два раза то есть почему мы, например, не можем вывести какими-то другими, да экономическими инструментами внешней торговли а потому что у нас ни хрена больше не развито то есть вот эта вот вся ситуация финансовая маленькая нора отойду от мысли все вот хают автопром наш отечественный автопром я тоже хаю всегда я никогда не был доволен автомобилями русскими у меня, наверное, было всего лишь две машины русских то есть производства там автоваза и ни за одну не скажу что была тачка прям вот такая реально просто была там же повозка я вот всю жизнь ездил на японских машинах то есть это по мне цена-качество намного объективнее почему вот мы не можем делать нормальную машину да руки у нас другие что ли да ни хрена такие две руки, две ноги все одинаковые абсолютно мозги другие так же у всех одинаковые вся фишка в том, что у нас весь автопром построен на на вот этом базисе еще Советского Союза то есть начиная там от технических регламентов заканчивая там сталилитейными заводами то есть которые выпускают сталь как, например, производится сталь в Японии там все компьютеризировано то есть там на вот такую-то удельную массу железа вот такой-то ровно вот такой вот удельная удельная масса присадок то есть дозируется все компьютером все компьютеризировано вся технология то есть отточена от и до там температурные допуски там допуски обработки там шероховатость поверхности все это отработано как делается это на советском заводе ну, уже на русском стоит дядя Вася смотрит чан с кипящим железом и например в это железо надо добавить магни вот столько тут дядя Вася берет там лопатку кидает эту лопатку в этот чан примерно на глаз дозировал там эту присадку там другой металл который расплавится и станет и придаст железу какие-то там свойства вот и ладно хорошо если этот дядя Вася там уже руку себе набил он уже лет двадцать на это производстве он уже с точностью компьютера уже может кинуть эту лопату дозировать в этот чан того материала который нужен но как у нас это часто бывает зарплата маленькая дяди Васи не хватает и он думает а зачем мне работать кидать лопату там можно устроиться на каком-нибудь коммерсе и подрабатывать и все дядя Вася написал заявление по собственному и ушел и приходит другой парень после института про институты про институты кстати про наши тоже можно поговорить отдельно но это наверное после вот этой темы про автоваз пришел другой парень и все пока он научится дозировать вот этой лопатой присадку в металл знаете сколько брака он сделает а брак этот когда будет виден только при эксплуатации автомобиля то есть там вот у нас начало ржаветь там у нас сломалось мы только успех успели выехать с с конвейера а у нас уже машина имеет дефекты у нас уже машина бракована это я конечно утрирую не каждая такая но очень большая часть то есть относительно там например японского автопрома относительно там немецкого американского автопрома у нас все это очень такая большая большая попа насчет того что мы не умеем руководить сейчас насколько я знаю у автоваза какой-то нерусский далеко не русский руководитель и они начали делать весты начали делать x-ray не могу ничего про них сказать потому что читал отзывы ну мне если честно вот эти вот русские новые вот эти вот высеры автоваза они мне не интересны я наверное скорее всего никогда на них ездить не буду просто нет потому что я вот такой вот у меня негатив отношения с автечественной автопрома в принципе по сути своей я патриот своей страны но понимаете в чем дело патриот он есть двух видов есть патриот прям такой который просто вообще отмороженный ближе к националисту который понимаете он любит у него настолько слепая любовь к родине что он готов там все что угодно для нее сделать есть патриот объективный то есть он не будет никогда там хотеть убежать другую страну потому что тут маленько в россии стало маленько похуже естественно он когда надо там встанет на защиту своего родина но при этом понимаете не видеть вот этих бревен в своем глазу ну это надо быть дураком знаете вот есть такой анекдот раз расскажу автоваз то есть нужно выкинуть под руководство автоваза и взять там немецких с мерседес руководителей то есть пришли руководители на автоваз вот олияти немецкие начали делать крутые тачки мерседесы делают 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 все круто. С конвейера выходит вот как вот не старается выходит десятка подошли немецкие руководители к этой десятке думаю, вас издаст, почему это не Мерседес наверное, надо весь персонал заменить на немецкий. Где-то какой-то Вася привык халтурить там и немецкие запчасти вытаскивает и где-то толкает а десятки ложит все, привезли весь персонал с Германией делают, делают Мерседес на конвейере на выходе. Блин, обратно автоваз обратно эта десятка ну все, уже ребята не понимают, ну вот почему так все выходит наверное, потому что оборудование, вот это советское долбанное, совдеповское привезли новые станки делают, делают, делают подходят, руки почесывают к концу конвейера ну сейчас мы вот эту СЛК видим на выходе а выезжает одна родная десяточка ну и немцы вообще в шоке при этом на пригорке возле этого завода сидит бывший начальник и бывший зам автоваза и бывший зам подходит к начальнику хлопаем за трещину и говорит я ж тебе, Василич, говорю место было проклято а ты мне говоришь руки из жопы растут вот примерно у нас вот так вот все получается насчет руководителей понимаете руководители скорее всего делятся на три типа то есть первые, которые вообще честные которые вообще не воруют таких наверное там ноль-ноль-ноль и повдоль второй тип, которые позволяют себе делать глотки из тех финансовых потоков, которые возле них текут делают, но при этом то есть не наглеют то есть не столь критично на общий поток то есть на общий финансовый поток и есть начальники там из разряда а уехшие это те люди, которые просто гребут двумя руками и еще там все родственники им помогают недавно, да, вот был какой-то там такой случай с губернатором там дальневосточным губернатором у которого там пароходы там, заводы и что только не было в собственности там несколько квартир в Москве там самое дешевое, что там у него было это там сына машина там за десяток миллионов рублей ну как бы не об этом сейчас просто скорее всего убрали потому что он очень сильно заворовался то есть просто сказали парень, ты охудел и все нельзя так, нельзя так жить вот вернемся к нашей промышленности а что Россия выпускает? и вообще что в современных открытых торговых отношениях Россия может выпускать? какое производство будет у нас ретабельно? ну вот смотрите почему все производство находится там в странах третьего мира там Китае, Индии, Сингтонпуре? а потому что там стоимость сборки одной единицы какого-то там товара она очень мала по каким причинам? потому что там люди работают за рис, за похлебку тут просто по телефону звонили на них придется почему все производство вынесено из развитых стран страны третьего мира? да потому что это рентабельно да потому что это рентабельно для производителей потому что в своей стране у них люди уже не пойдут работать за чашку риса там за какую-то еще минимальную там минимальную сумму оплаты труда при этом в странах третьего мира обычно очень хороший климат и нету практически никаких полезных ресурсов поэтому они страны третьего мира потому что они не могут быть банановой республикой продавать там какие-то полезные ископаемые там углеводороды там алмазы там еще что-то так металла им приходится быть руками собственники в разных странах являются головой смотрите почему телевизор сделать выгоднее в Китае нежели в Сибири вот если даже взять как один из факторов это климат то он складывается не в пользу нашего что надо сделать в Китае чтобы построить завод надо поставить стены там из бамбука ну я утрирую конечно грубо говоря завести оборудование и все нанял китайцев там за рис и все они работают они шлепают что надо сделать чтобы построить завод в Сибири например в Кемерово надо залить хороший фундамент это тяжелые стены те стены которые не промерзнут в минус там 40 то есть какие-то температуры которые у нас тут бывают минимальные по зиме надо нанять людей которые за рис уже работать точно не будут потому что во первых кроме покушать им надо еще чем-то согреть свой очаг им надо чего-то одеть потому что зимы холодные то есть вот тут уже можно как бы иметь какое-то минимальное понимание почему наша экономика такая вот как она есть сейчас в автономном финансовом плане от какого-нибудь федерального областного бюджета очень 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 хуёво Димон очень хуёво очень хуёво